Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости». Меня зовут Наталья Грищенко и в студии наши эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Здравствуйте! Алекс, на прошлой передаче вы обещали рассказать нам, как правильно произвести расчет, чтобы вычислить, выгодно или нет покупать конкретный дом для инвестиций. Да, я обещал это рассказать, и поэтому я расскажу. Те, кто не успели прочитать журнал «Пропертифинанс Гайд», там есть статья, которая именно посвящена основным индикаторам сделок для расчета выгодности той или иной покупки для инвестмента. Начнем с «Capitalization Rate». «Capitalization Rate» — это индикатор, который помогает инвестору рассчитать выгодность той или иной сделки, как правило, коммерческой недвижимости. Расчет очень простой. Доход от этой недвижимости, поделенный на цену дома, без расчета моргиджа, без расчета каких-либо финансовых суд, это будет «Capitalization Rate». Например, если мы возьмем одну из наших сделок, потому что у нас есть большой комплекс таунхаузов, которые мы продаем в Китченере. То есть там 11 таунхаузов, стоит 1 миллион 800 тысяч, и его доход, гроз, то, что мы называем гроз, то есть полный доход, это 160 тысяч долларов в год. Если мы отнимем от этой суммы property tax, 24 тысячи долларов примерно, 4,5 тысячи долларов — это страховка, где-то 1020, это примерно будут разные расходы, связанные с уборкой снега, с трешкой травы, эксплуатация, управление, плюс простой дом, если мы возьмем vacancy rate, где-то 1600, примерно 1-2%, то мы видим, что теперь эта сумма стала 110 тысяч долларов. 110 тысяч долларов называется net operating income на языке инвестора. Это те деньги, которые инвестор заработал на том или ином объекте. Теперь, если мы 110 тысяч долларов поделим на 1 миллион 800 тысяч, у нас получится около 6% capitalization rate, 6 или 6,1 примерно, посчитать. И это очень важный индикатор, стоит покупать эту недвижимость или не стоит. Это не один индикатор, то есть есть очень много индикаторов, нельзя сказать, что мы посчитаем capitalization rate, он вышел 6%, «О, отлично, мы покупаем». То есть есть много разных других индикаторов, которые скажут, стоит или не стоит дальше продолжать этой сделке. Алекс, вы говорите, что это для коммерческой недвижимости. Да, для коммерческой недвижимости. А как рассчитать, выгодно или нет покупать жилые дома? Ну, при покупке жилых домов инвестор интересует, сколько в итоге денег остается в кармане, правильно? То есть ему не важно capitalization rate, ему не важно все, что вокруг, ему важно, сколько же денег я положу в карман. Это самое важное, называется это кэшфлоу на языке инвесторов. И расчет очень простой. Предположим, вот я сегодня рылся в интернете, в Берри, посмотрел опять дом в Берри, только вышел на продажу, очень интересный дом, тукар гараж дом, 310 тысяч долларов с законченным бейсментом. Вот возьмем такой дом, для примера. Это какой район Берри? Южный район, очень хороший район Берри, 310 тысяч долларов, дом пустой. И такие дома, как правило, сдаются где-то от 1700 до 1800 долларов в месяц. Вот, предположим, мы берем этот пример. В этом примере мы говорим, никто не покупает за наличный дом, правильно? Я только хотел добавить, что когда ты рассказывал про просчет выгодности коммерческой недвижимости покупки, что это просто индекс, определить, выгодно это или не выгодно. Только чтобы перейти к следующему этапу. Купить за наличные, скажем, и собирать аренды, то это самая большая глупость на таком рынке, как сейчас, когда такие дешевые деньги, правильно? То есть это чисто, чтобы понять, выгодно или не выгодно. Поэтому я говорю, что кап рейт, это индикатор, который говорит перейти к следующему этапу проверки. Опять вернемся к этому примеру. Как я сказал, 310 тысяч долларов дом, первоначальный взнос или даунпеймент, то, что он называется, люди все знают именно это название, это 62 тысячи долларов, 20% при покупке этого дома. Моргидж в этом случае выйдет где-то в пределах 950 долларов в месяц. 950 долларов в месяц это моргидж, который надо будет платить за этот дом. 250 долларов это property tax и где-то 75 долларов это страховка, потому что надо обязательно брать страховку на дом. И как минимум получилось, что 1275 долларов это наш расход для этого дома. Как я сказал раньше, что дом сдается за 1750, в среднем возьмем, значит 475 долларов это то, что у инвестора осталось. То есть каждый месяц 475 долларов остается в кармане у инвестора. То есть кэш-флоу. Кэш-флоу, да. Это кэш-флоу 475 долларов, это... Это действительно очень хороший показатель, очень хороший для настоящего дома. Да, это очень хороший показатель, 475 долларов. Это еще без учета, что моргидж выплачивается жильцом, что дом растет в цене, это уже для другого. Потому что если, например, взять такой же дом в Ричмонд-Хилле, то там не останется никакого кэш-флоу. Там будем доплачивать. Там вы еще будете доплачивать. По 1000 долларов каждый месяц. То есть в Ричмонд-Хилле, если купить дом, это чистая спекуляция, расчет только на рост цены. А здесь мы получаем еще и кэш-флоу каждый месяц. Да, поэтому я всегда учу своих инвесторов, если вы решили инвестировать в недвижимость, кэш-флоу это самый важный показатель. То есть есть еще и другие показатели, которые не менее важны. Но без кэш-флоу нельзя инвестировать. Абсолютно согласен. То есть это страховка инвестора. То есть если у него остаются лишние деньги, то он в принципе не подвержен кризису. Цены просели, ну и бог с ними. Недвижимость сдается, всегда есть чем покрыть расходы, она сама себя выплачивает. Все равно через какое-то время цены пойдут. Поэтому это то, что я хотел сказать про эти два важных индикатора для расчета выгодности той или иной покупки. Максим, на прошлой передаче вы рассказали много интересной информации о кондо-квартирах в Торонто, о перспективных районах, о развитии города в целом. Скажите, а с чего начинать тому, кто хочет приобрести квартиру? С чего начинается сам процесс покупки? Да, сам процесс. Как избежать дорогостоящих ошибок? Я понял, понял. Я не буду возвращаться к тому, как выбрать проект, потому что мы это уже обсуждали, по-моему, через первую передачу, во второй. А к самому процессу. Вот смотрите, когда девелопер выходит на продажи, как правило, бывает исключение, бывает девелоперы идут немножко другими путями. Ну, как правило, скажем так, в 95% проектов, которые выходят в Торонто, есть так называемые три стадии продаж. Первая стадия, она по-разному называется. Некоторые девелоперы называют это friend and family sale, некоторые VIP sale. Названий действительно много, но суть это не меняет. То есть на какой-то первой стадии девелопер созывает брокеров, которые продают много. Это обычно не больше 5-6, ну, 7 максимум брокеров, которые работают в этом проекте. И вот с этого и начинаются продажи. Как правило, это пару недель, чтобы эти брокеры продали своим клиентам. Это самые дешевые цены, естественно, самые лучшие условия покупок и доступ к самым лучшим квартирам. После этого начинается вторая фаза продаж, так называемый. Он везде в газетах, там, в журналах рекламируется как платинум sale, что это первичные продажи. Но в действительности это не так. Если вы пошли там с платинум брокером, который пришли на этот, тоже их называют VIP-сейлами, то в действительности вы уже увидите, что многих квартир в проекте нет, которые проданы на первичном этапе. То есть этот sale идет тоже по-разному. Бывают чуть ли не додневные продажи, бывают месяц в среднем. После этого проект обычно продан где-то на 80-85% и конечный этап, кстати, до него очень многие проекты просто до него не доходят, потому что на этих двух этапах все разбирается. Но конечным этапом это open to public, как бы называется, когда открыт презентейшн-центр и можно идти самому без всякого брокера покупать. Что я в любом вам случае не советую. То есть сервис как бы агента, который с вами пришел помогать вам, агент работает на вас, да, то есть он как бы секьюр, что вы не сделаете ошибку. Поэтому всегда лучше идти с агентом, это абсолютно бесплатный у вас сервис. Но с кем идти, это большой вопрос. Потому что, естественно, если вы хотите в определенном проекте купить, то лучше всего идти с тем агентом, который имеет доступ к первичным продажам именно в этом проекте. Если вам кто-то скажет, что агент, очень многие агенты рекламируют всяких, мы работаем со всеми проектами в Торонто. Это ерунда полная. То есть, я еще раз говорю, на каждом проекте, конкретный проект ведут 5-6 максимум агентов на начальной стадии. И если вы попали к этому агенту, да, мы в принципе все друг друга знаем. Их 15 человек по всему Торонто, кто имеет реальное, большое количество продаж. Поэтому, если вы попали к одному из агентов, которые работают в этом проекте, то вы в хороших руках и купите то, что надо. Теперь касательно... Я хотел добавить здесь. Это вот то, что Максим сказал, очень правильно, потому что это касается всего. То есть, где бы то ни было. Будет это real estate, будет что-то другое. Человек, который себя объявляет, я знаю все. Это очень опасно с таким человеком иметь дело, потому что человек не может знать все. То есть, есть агенты, которые специализируются на продаже. Лондон на продаже. Есть, которые специализируются в определенных районах. Когда человек приходит, я могу купить где угодно. Придет, скажет, в Атавию купить. Я в Атавию куплю. В Китчин или в Лондоне, там я куплю. То есть, не может человек знать всего. Поэтому, у каждого есть свои специализации. Поэтому стоит сделать какое-нибудь там исследование рынка, прежде чем вы решили что-либо делать. И посмотреть, кто именно доминирует именно в определенном этом рынке. И с ним начинать это делать. Вот, то есть, значит, первое, что надо попасть к правильному агенту, который является, так мы называем это, инсайдером в данном проекте. Тогда вы, как бы, получите самые лучшие цены, самые лучшие условия продаж. Но это еще не все. Кроме этого, после того, как вы подписали контракт, этот контракт должен проверить очень опытный лойер. Причем, я сразу хочу предостеречь и приведу вам пример из моей недавнего случившейся ситуации. Значит, не все лойера очень хорошо разбираются в конда, в контрактах. И поэтому я еще раз говорю, после того, как контракт подписали, надо, чтобы лойер проверил практически через один в контрактах мы делаем исправление и так далее. Недавняя ситуация, про которую хотел рассказать. Женщина купила квартиру, она работала со мной. Как правило, я все контракты своих клиентов несу к определенному лойеру. То есть, я их забираю после подписания, лойер 2-3 дня проверяет, связывается с клиентами. Если надо, мы делаем изменения. Через 3-4 дня клиент получил этот контракт. В этом случае я спокоен, что в контракте все нормально. Эта клиентка конкретно захотела нести к своему лойеру. Отдала ему на 5 дней или 6 дней прошло. Проверяли контракт. И через 6 дней она мне звонит, говорит, Максим, я съездил уже к девелоперу, отказалась от продажи. Я говорю, а почему, какая причина, почему она очень хотела эту квартиру. Ой, вы знаете, нам столько придется платить на клоузинге и так далее. У меня волосы дыбом, потому что я этот контракт уже прошел от и до, и знаю, что там никаких подводных камней нет. Что выяснилось, что ее лойер, которому она отнесла, он абсолютно не работает с конда. То есть, он пробежал контракт, который был... Обычно контракт это стандартный контракт девелопера, действительно, в котором очень много подводных камней. И не обрати внимания, что последние страницы, это эмэдменты вот этого випсейла, который был, который добавление контракта, который убирает все вот эти подводные камни. Он просто не дошел до этого. Он прочитал, сказал, что контракт плохой, отдал ей, а и она вернула девелоперта. Когда выяснилось, у меня были копии контракта, ей показалось, что ваш лойер просто не видел этого, она, конечно, очень расстроилась, потому что квартира была хорошая, но поезд уже ушел. Поэтому надо проверять всегда. А скажите, а на какую выгоду, на какую прибыль может рассчитывать инвестор? Как цена меняется с момента приобретения на стадии котлована и до момента окончания строительства? Цена меняется по-разному, скажем так. Мы, опять же, говорили в прошлых передачах о выборе проекта. То есть, есть проекты, где люди покупают на долгосрочную, скажем, аренду. Там цена во время строительства меняется меньше. Если вы купили в сильно дорожающем районе, который, скажем так, сейчас еще не очень развит, там цена больше. Но усредненно можно сказать так, что по, если знаете, насколько дорожает, берется, в принципе, усредненно за последние 40 лет. Потому что мы увидели и быстрое подорожание, и совсем цены стояли. То есть, в общем-то, это 6% по даунтауну в год. Сама цена квартиры. То есть, грубо говоря, если вы купили квартиру за 400 тысяч, то, значит, 3 года строится проект, порядка там 20 тысяч вы получите подорожание рынка. Но если это куплено в правильной эре, где дорожает сама эре еще, то это еще можно добавить порядка 4% в год. То есть, ну, по тем проектам, которые, как бы, считается хорошим по прошлым годам, по последним двум годам, то, что было куплено за 350 тысяч на начальном этапе, стоит порядка 430-440 тысяч, когда проект закончен. Алекс, вы, когда производили расчеты, ни разу не упомянули подорожание дома, которое из года в год происходит в Торонто. Да, Максим сказал. Да, Максим сказал про конда. Вы почему-то... То же самое, порядка. Неужели это второстепенный факт? Нет, не второстепенный, это важный факт, но я больше называю это как бонусом. То есть, если инвестор... Я, кстати, с тобой не согласен, потому что подорожание, прибыль от подорожания, она больше прибыль, чем от кэшфлоу. Она может быть, она может и не быть. Ну, если это на утром, то на annual будет. Ну, окей. Я поэтому, когда делаю расчеты, я беру это в расчет в конце, потому что это бонус. Если инвестор купил правильно дом, и у него хорошее кэшфлоу, и выплачивается моргидж, то у него уже есть иногда до 20% дохода в год. А представьтесь, если еще добавить туда плешейшинку. И если мы вернемся даже к этому примеру, о котором я говорил, вот возьмем те же 6%, хотя в Берри в этом году поднялось на 14%. В последний год, да, очень сильно. В этом году, например, поднялось на 14%, а некоторых хорошее достигло 20%. И мы добавим эти 6%, то 6% от 310 тысяч, это получается 18 тысяч долларов. Получается, да, вот мне здесь даже точно и посчитал, 18 600 долларов в год, это 6%. Если мы просуммируем 18 600 долларов, плюс добавим, мы говорили 475 долларов в месяц, умножить на 12, это будет 5 тысяч с лишним в год кэшфлоу, и 5 тысяч долларов, даже 6 тысяч долларов, это примерно, насколько будет погашаться моргидж каждый год, то у нас выйдет 45% годовых. 45% годовых, это доход всего из расчета 6%. Можете представить... То есть 6% подорожания, выплата моргиджа... Плюс кэшфлоу, это 45% годовых. Можете представить, какой был доход, когда подорожало на 14%. Там уже цифра 70% годовых примерно. Я тебе скажу, что 6% я сказал довольно-таки усредненно, потому что по даунтауну тоже есть за прошлый год проекты в тех местах, где были вот эти 6-7% общего подорожания рынка, плюс примерно столько же подорожания эрии. И не редкость. То есть я, когда приходят клиенты, я не говорю, чтобы люди ожидали такого дохода, но по прошлым годам куча проектов, где вложенные деньги работали больше 100% годовых. Это касается и обычных жилых домов, потому что любой город, у него тоже есть районы, которые растут быстрее, есть районы, которые растут медленнее. Так же самое, как и дом. Сколько лет дому, какие у него есть дополнения в этом доме, это тоже играет на роль, как он будет расти. Например, дом, который есть, basement, который можно его конвертировать в легальный basement, естественно, если поменял basement, уже совсем другая. кэшфлоу удваивается, и сама цена дома вырастает, потому что, как мы говорим, капрейт изменился, раз капрейт изменился, обратная перестановка, и цена дома будет другая, потому что инвестор будет более... То есть один и тот же дом с законченным basementом, в котором апартмент, или беззаконченным, будет стоить абсолютно разные деньги, потому что, если берет инвестор, то... кстати, в этом журнале, как раз я написал, как получить 51% дохода, даже, 51% дохода, при сдаче дома, в котором есть еще и basement. Единственная проблема, что легальных basementов не так много. А это не проблема. Сегодня это не проблема. Ну, как бы, да, касательно basement, сейчас глаза как бы закрываются. Даже не закрываются. Все сдают basement, и как бы все нормально. Это дорогостоящий процесс? Перевести, получить легальность basement, ну, во-первых, так скажем, что во многих районах это просто невозможно. В Ричмонт-Хилле очень тяжело в новых домах получить. Но мы не говорим про Ричмонт-Хилл, мы говорим именно про дома, где выгодно сегодня инвестировать. Скажите, Ричмонт-Хилл не очень выгодно. Берри в июле месяце было изменено законодательство, которое определило почти весь Берри как зонинг, где возможно сделать легальный basement. Потому что самая главная проблема это зонинг. Если зонинге, невозможно делать basement, что бы там ни делали, вы его не можете сделать. Если зонинг позволяет, дальше уже все решаем. Волокиты много, но решаем. Как выглядит этот basement с точки зрения билд-кода, файер-кода. То есть там определенные пожарные должны быть, коды соблюдены. Я работаю в компании Rockstar, которая специализируется на инвестирование. У нас каждый понедельник есть митинг. И пришли люди из Хэмилтона. Я так понимаю, что они волонтеры. Они именно за то, чтобы создать больше доступного жилья. Либералы очень активно поддерживают то, что создание. Я думаю, что упросятся в действительности в будущем. Они уже упростились. И поэтому есть даже такая организация, мы с ними встречались, если они дали нам свои данные. Абсолютно бесплатно помогают вам достучаться до этих чиновников в муниципалитете. Они знают, к кому обратиться, чтобы сделать в итоге это легально. Почему? Потому что они за то, чтобы больше создать этого жилья, чтобы люди могли снимать. Доступного жилья довольно-таки мало для аренды. А люди прибывают каждый день. А если мы возьмем CMHC, это именно иншуранс-компания, которая дает дополнительные иншурансы для моргиджа. И во многих местах невозможно без нее взять моргидж. Они очень любят сейчас легальный бейсмент. Потому что они знают, раз есть легальный бейсмент, значит, если даже человек купил для себя, он может сдавать легальный бейсмент и уменьшить свои платежи. И они считают дополнительный доход, когда вычисляют или квалифайд на получение моргиджа или не квалифайд. То есть они его добавляют. Некоторые банки сейчас стали засчитывать. Там есть, правда, ограничение, что два года должна уже недвижимость сдаваться, но полностью сто процентов от аренды принимают. Кстати, по поводу легального бейсмента, одно из ограничений, бейсмент должен быть минимум пять лет. То есть вот если вы купили новый дом, новый дом, и думаете, о, новый дом, там в аккаунт бейсмент, сейчас я сделаю и буду сдавать, это нельзя. Пять лет нужно. Сдают, то сдают. Home Inspector сейчас создал свою компанию, которая помогает инвестору именно сделать легальный бейсмент. То есть он приходит, делает чертежи даже в 3D-модели и потом только надо взять контракт, чтобы он по этим чертежам сделал и все нормально. Из ваших слов следует, что правильная инвестиция в недвижимость это самая лучшая инвестиция. Потому что банк на двухзначные числа вообще не переходит. Не говоря уже о 45 процентах. 70, которые упоминают. Даже если он сделает 10 процентов от 45, это уже хорошо. Есть, конечно, много других видов инвестиций, но самое главное, что они связаны с очень большим риском. Купив там ценные бумаги, вы можете заработать. Я знаю, были моменты, когда зарабатывалось и 200, и 300 процентов на ценных бумагах. Но были моменты, когда эти бумаги на следующий день уже ничего не стоили. Это как лота заполнить примерно. Я считаю, что однозначно из инвестиций, которые безопасны, риски есть везде. Война может начаться, недвижимость никому будет не нужна. Но тогда много других проблем. Насчет войны я не уверен, потому что в Израиле войны постоянно, а недвижимость растет. Но я вам скажу, что с точки зрения того, что происходит, не только мы понимаем, что недвижимость это самая лучшая инвестиция. Это понимают очень много инвесторов, и поэтому такой бум цен. В Бэри multiple offers почти на каждый дом, дома за один-два дня продаются, поэтому очень важно иметь доступ сразу, как только дом вышел на рынок. Да, у нас уникальная ситуация. Во многих странах мира о таком понятии, как кэшфлоу в недвижимости люди слышат, не слышат. То есть при покупке недвижимости квартира или дом сдается в аренду и покупают только что потому что она растет в цене. А так, в лучшем случае, нулевое кэшфлоу или даже минимальное. В Канаде при правильной покупке кэшфлоу положительное и хорошо положительное. Еще очень интересный момент. Я вчера разговариваю с людьми, они говорят, а если цены недвижимости упадут? Я говорю, они уже упали. Тщательно, поднимется рент. Я говорю, как они упали? Я говорю, конечно упали, очень сильно упали. Он говорит, как упали? Ну доллар канадский упал, правильно? Доллар канадский упал на 30%. Теперь все инвесторы из-за рубежа, для них это просто Кавандайк. Да, это просто золотое дно сейчас покупать недвижимость. Дома на 30% для них стали дешевле. Это очень большое влияние оказало. В смысле они не стали, они остались на том же месте, потому что пока канадский доллар падал, цена росла. Почему? За три года вот тебе твои же Берри за... Да, но 30% упало за последние три месяца. Ну не три. Ну четыре, но упало сейчас. И теперь если мы добавим падение доллара, мы добавим низкий интерес на моргидж, что бесплатные деньги даются, мы добавим и миграцию, которая не прекращается, приезжает сюда. Причем, которая увеличится, судя по всему, в ближайший год. И добавим и миграцию. Потому что сейчас у меня очень много людей, вот я сдаю дома, мне звонят из Альберта, из Ньюфаунленда, из разных провинций, которые переезжают в Антарию. Потому что сейчас, когда нефть упало в цене, конечно, нефть упало в цене, куда люди начнут переезжать? Два города, Ванкувер, Торонто. Ванкувер и Торонто. Все. И поэтому очень большой приток населения. Да, это уникально среди городов. У меня, кстати, очень много людей из Монреали, которые в последний год купили квартиры в Торонто как инвестиционные квартиры. Потому что у них так недвижимость не растет. И тяжело продать там должны. Максим, насколько я поняла, возвращаясь к покупкам на стадии котлована, в этот момент покупатель приобретает контракт на квартиру. А как происходит сама сделка? Как он становится фактическим владельцем квартиры? Смотрите, да, на момент подписания покупки на стадии котлована вы подписываете контракт. Поэтому контракт у девелопер после того, как квартира построена, должен передать вам эту квартиру. Значит, закрытие сделки происходит по-другому. В кондо никак в низкоэтажном строительстве. То есть, в низкоэтажном строительстве есть клоузинг, когда вы должны получить моргидж и как бы закрывать сделку. В кондо есть сначала окупоседает, когда вам выдали, это связано с законодательством, по-другому не бывает. Вы дали ключи, вы можете проживать в квартире, можете ее сдавать в аренду. Опять же, надо уточнить, что стандартный контракт билдера не предусматривает разрешение сдачи в аренду после того, как вам дали ключи. все вот то, чем мы занимаемся випсейлами, у нас всегда в контракте то, что вы можете прямо с первого дня сдать в аренду. И где-то между окупоседом и клоузингом порядка шести месяцев. Сейчас даже сроки скорее всего увеличатся, потому что еще ввели дополнительные условия для билдеров, что затянет еще на месяц на два. И только через это время у вас будет реальный клоузинг, когда вы станете непосредственным собственником. Вот так это происходит. То есть на клоузинг уже надо иметь моргидж подготовленный и так далее. Причем надо заметить, что вот эти вот месяцы между окупоседом и клоузингом они самые выгодные, потому что вы уже можете сдавать в аренду и у вас еще нет моргиджа. Все равно платишь. там платишь, но ты платишь мейнтенс и платишь интерес по билдеровскому моргиджу на конкретный юнит. Но, грубо говоря, что если потом это будет платеж там и таксов нет в это время, если потом это будет, скажем, там полторы тысячи долларов, включая ваш моргидж, то этот период вы платите там 800 долларов, 900. Все равно это очень много. Да. Я думаю, что наши зрители узнали много новой ценной информации. Примерно имеют понятие, как купить подходящий дом и квартиру. Передача не первая. Да, передача не первая и не последняя. Особенно те, кто смотрит ее постоянно. Да. Но все-таки конечная цель многих людей, инвесторов, естественно, построить свое будущее и стабильный доход. Я когда встречаюсь даже с человеком, я всегда им задаю простой вопрос. Что вы хотите? То же самое. Какая у тебя цель? Он говорит, ну купи дом. Я говорю, это не цель. Какая у тебя цель жизни? Что ты хочешь от жизни? Для чего ты инвестируешь? И люди затрудняются ответить на вопрос. И когда я им подсказываю, они говорят, да, да, точно. Я говорю, цель жизни, ну не жизни, вообще одна из главных целей. Целей жизни много. Да, целей жизни много. Финансовая цель, да. Это быть финансово независимым. Не быть зависимым от пейчека, не быть зависимым от зарплаты. То есть, спокойно подходить к тому, что если вдруг что-то пойдет не так, произойдет кризис или даже если человек выходит на пенсию, и пенсии-то как таково нет, в принципе, практически. Мы, кстати, говорили про виды инвестиций разные, что дает больше, что нет. Ни один вид, кроме недвижимости, не дает создание пассивного дохода. То есть, деньги, которые вы закончите работать, уйдете на пенсию, а у вас приходят деньги. И поэтому существует очень много стратегии, как построить это правильно, чтобы в итоге 100 тысяч долларов был доход. И это несложно. Давай, наверное, большая тема, потому что, я смотрю, время у нас заканчивается. Мы оставим это на следующую передачу. Да, давай подготовим несколько стратегий от начала до конца. И показать над цифрами, как это выходит, что люди получают. Уважаемые зрители, если у вас возникли вопросы к нашим экспертам, пожалуйста, присылайте их на нашу электронную почту, и мы обязательно это обсудим. Большое спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон»